Блин, надеюсь, что мы все придем к тому уровню сознания, которое будет заботиться о своем теле с раннего возраста, ментально работать над собой и сможем продлить свою физическую жизнь на 10-20 лет. Блин, согласен. А ты? Нет, мы все не придем. Мы с вами, наверное, придем, только мы уже не в раннем возрасте. А люди в раннем возрасте никогда в это дело не придут, потому что префронтальная кора головного мозга у многих начинает работать только в 25 лет. А до этого это просто не нужно. А у некоторых даже 80 не начинает работать, простите, а перебирать. Ну, у некоторых это другой вопрос. Но на самом деле человечество, в принципе, делится на людей, которые хотят жить эмоциями, делится на людей, которые хотят контролировать себя периодически, чтобы периодически жить эмоциями. И людей, которые устали жить эмоциями и хотят просто контролировать себя. Вот, по большому счету, заботиться о своем теле с раннего возраста точно нет, а с определенного возраста могут только те, которые устали жить эмоциями. Все остальные все равно мучаются вопросом, как похудеть, обжираясь на ночь и так далее. Это я. Ты описал меня. Я мучаюсь этим вопросом. Велори продолжает диалог с тобой и пишет. Так не хочется жить футуристической искусственной жизнью с клауд, используя свой AI-аватар, проживая жизнь с чипом в голове. И три очень прикольных мордочкой обезьянки, которые закрывают глаза. Так не живите, Господи. Каждый месяц отправится и закончит свою жизнь, так сказать, каким-то биологическим образом. Просто вопрос в другом, что буквально через пару десятков лет будет этическая комиссия задаваться вопросом. Когда на поле боя солдаты будут эффективно координироваться между собой мыслями благодаря нейролинку и побеждать тех, у кого нейролинка в голове нет, и мы получим эффективные армии, координирующиеся между собой не при помощи рации Моторола, а при помощи силы мыслей, образов и обменивающихся друг с другом видео, мы явно получим эту конверсию этой военной технологии в жизнь. И встанет вопрос, этический вопрос. Будут люди, которые будут вживлять в возрасте 6-7 месячного плода, будут вживлять эролинк-чип в утробу и начинать учить с этого возраста ребенка, который еще не родился, он уже будет подключен к компьютеру. А будут люди, которые будут говорить, что нет, мы этого делать не будем. И очевидно, что те дети, которые будут получать эту мощную систему образования, что называется, еще с внутриутробного развития, они будут как-то опережать, они будут как-то побеждать. И это будет просто вопрос выживания. То есть вопрос чисто этический, а можем ли мы, ну то есть сейчас мы задаемся вопросом, а можем ли мы не учить детей, не водить их в школу, ведь мы же можем им дать айпад, и они все могут сами прочитать. Вот. Но по закону мы обязаны, да. Мы можем столкнуться с тем, что некоторые государства будут обязывать своих граждан вживлять чипы в детей, а некоторые другие не обязывать. И просто это будет вопрос выбора, в какой стране жить, в каком государстве. Влеком. Да, я очень надеюсь, что при нашей жизни мир развалится из 200 стран в 20 тысяч стран. Я за. Не будет империи, и мы сможем выбирать, где жить, буквально вот как выбираем отель в Анталии. Вот точно так же будем выбирать просто вот, будет Comper de Countries, Comper de Mirkut, Comper de Countries, да, и вот просто галочки будете ставить, флажочки, фильтры, и будет вываливаться, что вам вот в страну номер 15787, да. Вот, и все. Потому что она наиболее соответствует вашим ценностям, вашим потребностям, вашему возрасту, семейному положению и так далее.